Основная задача, которую я перед собой ставлю, это сделать трейдинг простым и доступным для обычных людей, чтобы люди могли использовать самые современные технологии трейдинга, не будучи при этом программистами. Именно поэтому мы используем торговую платформу Timura Pro. Это американская платформа нового поколения, которая включает в себя все, что нам необходимо. Великолепный сканер, прекрасный менеджер стратегии, бэктестер стратегии, чтобы можно было тестировать их на истории. Ну и все, что необходимо нам для того, чтобы сделать стратегии доступными для обычных людей. Давайте рассмотрим, как все работает. Изначально сканер читает рынки, мониторит рынки 2 за 4 часа в сутки по заданному алгоритму. Если случается необходимый сигнал, вернее, когда он случается, сканер передает этот сигнал в менеджер стратегии, и менеджер стратегии открывает позицию. Трейдер или трейдер-оператор, как я его называю, он может наблюдать за всем этим делом. В случае с автоматической стратегией можно этого и не делать. Но даже в случае с автоматом, трейдер тоже может внести свою лепту в работу стратегии. Самое главное, что в таком случае, в случае такого алгоритма работы, когда 99% работы осуществляется и выполняется машиной, человеческий фактор практически исчезает. Фактор человеческого риска, который сводит на нет все усилия трейдера заработать деньги, он здесь максимально уменьшен. Также один из очень важных вопросов – это вопрос управления риском. Когда вы ставите себе какую-то планку по риску, вы как человек можете ее придерживаться, можете нет. Но если в стратегии установлен определенный порог риска, стратегия будет следовать этому порогу риска. То есть, если установлен лимит потерь дня 300 долларов, то при превышении этого лимита потерь, машина автоматически закроет все позиции и выключит торговую стратегию. Человек зачастую этого не делает. Поэтому мы используем торговые роботы для работы на рынке Форекс, а также на рынке акций. Теперь давайте рассмотрим, что происходит во время работы торговой стратегии RoboForex. Здесь есть два варианта – стратегия Robo и RoboRef. RoboRef – это стратегия, которая использует развороты. То есть, когда срабатывают стопы, стратегия разворачивает позиции в обратную сторону. Это самый безопасный вариант, потому что, да, вы можете использовать различные варианты сопровождения убыточной позиции, усреднения, локинга и так далее. Но самый правильный, самый безопасный вариант – это развернуться по тренду. Сейчас мы наблюдаем, как работает торговая стратегия на истории в один из торговых дней. И давайте посмотрим, что происходит и, собственно, что видит трейдер. Трейдер наблюдает. Мы видим сейчас открыто три позиции. Вот уже четыре. Четыре позиции в красном открыты на продажу. Автоматически высчитан торговый лот. Здесь торговый лот рассчитан для торгового депозита в 3000 долларов. Видите, минус 3 микролота, минус 3, минус 3 и минус 4. И волатильность у этих пар разная, стоимость пункта тоже разная, поэтому входной лот разный. И вот мы наблюдаем, что происходит в режиме реального времени. Что может сделать трейдер, если вы находитесь за монитором в период работы, как я рассказывал уже в предыдущем видео, я могу просто открыть позиции, удерживая Shift-Control, дважды кликнуть и открыть сколько угодно позиций по тренду. Дальше все, что мне необходимо сделать, чтобы добавить эти позиции в стратегию, это нажать вот эту кнопочку. Видите, здесь у нас добавить Sell-Add. Я все это рассказываю, как этим всем пользоваться великолепием на специальных вебинарах для тех, кто использует эту торговую стратегию. Также мы делимся опытом и так далее. То есть, в принципе, даже с учетом того, что это полностью автоматическая стратегия, никто не запрещает вам, если вы находитесь в этот момент за монитором и видите, что идут активные трендовые движения, заработать деньги. То есть, если здесь мне ситуация не нравится, я бы тут не доливался. Например, здесь я вижу, что здесь есть уже дно, к которому мы можем прийти. По другим парам я могу посмотреть, есть ли там куда движение еще. По самой стратегии вы можете устанавливать следующие моменты. Первый – это входной депозит. То есть, для депозита 1000 долларов машина высчитает одни входные лоты, для депозита 3000 долларов другие, для 10000 долларов депозита совсем другие. То есть, это все будет здесь видно. Также вы указываете лимит потерь дня, максимальную просадку допустимую. И вы, конечно же, указываете тейк профит. Если тейк профит не указывается, то машина просто, когда подойдете к монитору, вы будете видеть ситуацию и сможете принять решение, достаточно ли вам этой прибыли или нет. Теперь давайте посмотрим, какое соотношение по этому торговому дню у нас было соотношение прибыль-убыток. То есть, просадка, какая достигалась просадка в течение торгов и на какую прибыль мы в этом результате вышли. Это важный показатель, если вы собираетесь серьезно заниматься трейдингом. Все, что нам для этого нужно сделать, это нажать на кнопку Position Lock. После чего у нас выскочит вот такая табличка. И, естественно, ее нужно обновлять. То есть, если ситуация изменилась, нажимаем Position Lock, таблица уже будет другой. В данном случае мы видим, что максимальная просадка была 12 долларов, а прибыль, которая у нас есть, 40 долларов на момент нажатия на эту кнопку. Также мы можем здесь фильтровать. Мы можем видеть, что максимальная просадка была по паре доллар-канада, 9 долларов она составляла. Максимальная прибыль была по паре швейцарский франк-иена, составляла 23 доллара. Соотношение прибыль-убытка вы видите здесь 3 к 1 и даже больше. Это великолепные результаты. Не каждый день такое бывает, конечно же. У вас могут быть разные результаты. Но в целом самое главное, о чем мы добивались, это достичь максимального снижения влияния человеческого фактора на трейдинг. То есть, чтобы все-таки за вас работала машина, а вы уже с ней могли сотрудничать.